Здравствуйте, в честное движение СтопХам вы едете, к сожалению, на этот товар. Ой, а вы знаете, я просто заехал в магазин, а как выход? А выход? Вот, сзади, уходим, через заправку, тут просто остановка, выход. А, прошу, прошу. Всем привет. Все, да, спасибо. Опустите стекло. Какой аэропорт? Мы пешехода сбили только что, вы в курсе? Я вас прошу выйти из машины, поставить на аварийке музей ВНВ. Я извиняюсь, честно говоря. Все заснято, вы никуда не делитесь, сейчас вы уедете, вас в розыск сразу, автоматически, хорошо? Я понимаю, если сейчас вы меня убили, моя мать будет так же платно. Как вас зовут? Вадим. Вадим? Вадим, я вас очень прошу поставить машину на аварийке, заглушить, и мы подождем вместе. 3 июля, средь бела дня, ленд-ровер черного цвета с блатными номерами У-999-ТТ-199, водитель которого, видимо, потерял ориентиры или совесть, двигался по оживленной пешеходной зоне. В дальнейшем выяснилось, женщина, водитель авто таким образом объезжала пробку. Здравствуйте, общественное движение, что-то там, вы едете по турктуару, знайте, пожалуйста, на цар. Или вы сейчас собьете людей? Внезапно женщина обнаружила перед своим авто препятствие в виде активистов-стоп-хама. Сдавайте назад, вы что делаете? Вы людей давите? И справедливо решила, если я не могу решить проблему, надо изменить отношение к ней. Раз препятствие непреодолимо, то его просто нет. Вы водите из машины, вставайте на аварийку, вы сбили пешеходов. Слушайте, идите вы. Сбив активистов-стоп-хама и посадив их на капот, женщина с совершенно спокойным лицом продолжил движение уже по проезжей части. С лицом, не выражающим никаких эмоций, она прокатила ребят около ста метров. Небольшая помеха в виде двух человек на капоте ей совершенно не мешала. Ну, может, слегка загораживала обзор. Девушка, вы понимаете, что вы покидаете место ДТП? Я тебе говорю, я не уеду, сейчас милиция приедет. Вы только что уехали, вы только что уезжали. Когда приехали сотрудники ГИБДД, она намеренно отказалась предоставлять свои документы. Дама положила под лобовое стекло волшебный пропуск в Мосгордуму и начала активно разговаривать с мужем по телефону. Представьтесь, кто вы. Лейтенант Миронов, я что-то сказал. Документы, вы, добро, ваши. Нет, нет, не разговаривайте. Документы, ваши, без добра. Ваши. Я очень радуюсь. Я боюсь ему удовольствовать, потому что это вообще банда какая-то. Вам удостоверение показать? Вам удостоверение показать, банда? Я имею в виду, это банда. Да, он наряд, походу, лежал. Буквально через 30 минут подъехал ее муж. По словам очевидцев, явно пропустивший рюмашку. Видимо, для устрашения. Ты меня не сбил. Побили быстро, говорит. Муж у нее оказался непростой. Целый глава управы района Марьино с моряков Александр. Господин с моряков решил защитить жену весьма интересным способом. Он меня чуть не сбил. Иванов, Иван, Иванов. Какой Иванов? Вы будете здесь? Нет, вы, естественно. Ваша фамилия? Мурак, Юрий Алексеевич. Вы почему так гоняете? Еле отскочил. Ты что, с ума сошел? Он начал бросать свое тело. Подстоящий велосипед активиста, громко возмущаясь тем, что его сбивает организованная группа велосипедистов. Давайте подсказываемся. Я не верю. Еле остался жив. Чудом. Теперь в семье чиновника две большие проблемы. Совершение наезда на пешеходов дамы сердца главы управы и клевета самого Сморякова. Чуть не сбили группу пешеходов, идущих по тротуару. После замечаний вели себя вызывающие. Продолжение следует...